сегодня 13 мая горох посеянный 4 апреля то есть прошло уже в пределах 40 дней с момента посева сейчас фазы где-то 5 настоящих листьев ну преимущественно даже 4 4 5 листьев селка здесь села great plains норма высева 1 миллион предшественники ячмень основная обработка вспашка следом было выравнивание ну через какое-то время весной но это с осени так весной бронование культивация и сев селкой прямого посева почему почему все же культивировали потому что во первых нужно было выровнять это поле под эту селку она сама по себе не выравнивает все же вспашка вспашка любая вспашка она требует как бы выравнивание то местами я смотрю есть кое-какие перепады и плюс как бы вероятность того что будут какие-то многолетние или зимующие сорняки они тоже как бы всегда всегда эта вероятность присутствует поэтому именно под эту селку еще и культивировали чтобы их подрезать чтобы их убрать чтобы этой селкой можно было смело сеять вот так в целом так неплохо получилось один из как бы нам на мой взгляд из недостатков для гороха для гороха этой сеялки это междурядие то есть она слишком слишком широкое междурядие делах на 19 сантиметров и получается что горох не выглядит густо в этом посеве и допустим если сравнивать с рапидом тем же там уже все закрыто поле горохом уже начинает сплетаться а здесь еще нужно гороху встретиться конечно усы тянет соседи уже сплелись а вот междурядие пока еще пока еще в процессе то есть но есть кое-где участки уже встретились какая здесь защита здесь был почвенный препарат и почвенный был прометрин и базогран базогран два с половиной литра то есть уже отработали сорняки кое-где начинают увидать прометрин он держит где-то в пределах 40 дней ну как правило базогран просто здесь уже фаза уходит то есть не так давно здесь работали буквально и опять же тоже есть опасение по маре что она тоже перерастет она здесь присутствует но ее так тут не так много то есть единичные растения встречаются а так в целом горох ну на данный момент он чист хотя если конечно приглядеться опуститься то может быть что-то можно найти также лезут однолетние злаковые сорняки через какое-то время здесь будет пантера поле относительно чистое то есть здесь нет многолетних злаковых поэтому дозировка здесь тоже будет невысокая о емиду по противозлаковому препарату так что это сорт рокет так какие еще технологические моменты присутствуют здесь что же здесь еще планируется то есть пантера планируется фаза бутонизации когда появится может быть первый цветочек здесь будет фунгицидная обработка и через какое-то время еще одна фунгицидная обработка обычно это 10 10 14 15 дней то есть это уже когда бабы начинают формироваться когда уже горох отсвел еще повторяют фунгицидную обработку преимущественно основная проблема конечно же это ржавчина так какая сейчас корневая система что с ней семена здесь были не протравлены и корневая система должна быть но относительно мощной потому что лопаты мне уже такой лопаты не хватает чтобы полностью выкопать полностью выкопать семена не протравлены был период когда практиковали про травку но в сравнении не увидели разницу поэтому ушли от этого поэтому здесь главное именно в семенах чтобы они были вовремя убраны чтобы они были высокая энергия схожесть очищены убраны с влажностью допустим лучше всего конечно убирать горох более влажный он меньше травмируется то есть это где-то 16 18 процентов то есть это более такая щадящая будет уборка для него все равно он бьется поэтому здесь оболочка будет более и меду целая оболочка будет не будет смещены семидоли естественно и схожести энергия будет показатели будет высокий по этим параметр как правило диссекацию диссекация не делается как правило диссекацию можно проводить если или делается диссекация если есть но что-то мешает нужно снять нагрузку с комбайна может быть есть пятно зеленая не неравномерность по созреванию гороха сорняк какой-нибудь появился то есть такое бывает поэтому в этом случае конечно диссекацию диссекацию не избежать потому что нужно убрать быстро из комбайна снять нагрузку иначе на этом поле можно застрять надолго а так как правило диссекации диссекация не проводится да как правило сегодня 13 мая горох